Кот в сапогах, злая ведьма и снеговик. Увидеть этих сказочных персонажей можно было в городском доме культуры в минувшую субботу. В преддверии новогодних праздников для детей состоялось сказочное представление – новогодние приключения кота в сапогах. Ребята окунулись в атмосферу волшебства и доброты, а частая смена декораций и любимых сказочных персонажей не заставила скучать маленьких зрителей. Больше всего Нового года ждут дети. Для них это время подарков, встречи с Дедом Морозом, новогодние сказки и чудес. В последние дни декабря традиционные утренники проходят во всех детских садах и школах, а также в домах культуры всех сельских поселений. В зале городского дома культуры в минувшие выходные с самого утра собралась детвора. Ежегодно организовывают яркое представление сотрудники городского дома культуры. Сотни ребят со своими родителями пришли посмотреть на новогоднюю сказку. Я думаю, что будет очень интересно. Тут маленькие дети прыгают, скачут. Интересно очень. И очень весело будет. Будут конкурсы, наверное. Будет представление новогоднее. Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, зайчики. Поскольку Новый год – событие особое, то и наряд для этого должен быть соответствующий. Валерия Политика перевоплотилась в героиню из сказки про Буратино. У неё своё представление о том, как нужно готовиться к Новому году. Надеваем костюмы, берём подарки, открываем. Главным подарком для юных славянцев стало увлекательное выступление шоу-группы. Ребята посмотрели сказку, а также с удовольствием принимали участие во всех конкурсах, проводимых артистами. Сказочная атмосфера, меняющаяся декорации, музыка – всё это вызывало большой интерес у юных славянцев. Детки не только встретились с героями из любимых сказок, но и общались с ними. После новогоднего сказочного представления у ребят было много эмоций. Представление было очень интересное. Мне оно очень понравилось. Понравилась больше всего мне снегурочка, снегольком. Ребята и их родители побывали в волшебном мире сказки и получили массу впечатлений на весь предстоящий год. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».